добрый день дорогие зрители опять на локациях будут куры опять же повторюсь просто негде не будешь тусоваться это самое не дома же снимать в конце концов хотелось обсудить такую тему тема приход непрошенных незваных гостей да часто такая это самое возникает у многих такая проблему пришли гости их никто не звал нас не ждали мы приперлись даже песня пока даже не укладываю сам у второе подружки у бабки у вас нас не ждали а вы припрос вот так вот вот так вот и с маяра сама-то я в гости не хожу не хожу вообще и не звоню ну вот одну историю расскажу это сам в общем были 90-е годы моя бабка держала корову и соответственно огороды еще были вот частности вот этот огород где я сейчас и нахожусь тоже был тогда с 87 года этот огород где я сейчас сижу с курами ну соответственно у нее была корова куры ну не эти куры совсем другие куры это самое и это самое в общем одна родственница дальнюю вот это все дело подглядела просчитала и давай по осени приезжать в гости любая зовут эту родственница она до сих пор жива у нее муж умер а муж умер у нее чего опять же потому что от жадности выпил сам бутылку или водки залпом или бутылку спирта так не поняла в общем он умер сразу это самый выпил и сразу или бутылку спирта или бутылку водки не знаю что он умер от жадности естественно нормальный человек конечно пить не будет бутылку спирта и в общем как осень пора сбора урожая это она приезжает ну в общем приезжает а я ж тогда это самое жила с бабушкой ну у меня же это самое мама по командировкам работала это самое а отец алкашист алкоголик алконавт алкалоид это самое все напиться не мог ну в общем я сидела с бабушкой ну да я тогда я не готовлю что есть то есть оправдываю я не готовила ела это что бабушка наготовит дед был дед питался отдельно потому что у него болел живот он себе сам готовил сковородки он очень 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 мало ел потому что уже сильно болел живот у него болел он все-таки был в этом самом его уводили фашисты работать там на западную украину огурцы сажать поэтому он был полю ну может там желудок и подорвал может это самый военный в общем поняли вы суть ай глянька ты нашли червяка какая бойня бойня какая-нибудь дайте ой девки что там за потасовка девки нашли червяка их вот этот парник завела потому что сейчас надо будет копать а в парнике было жило мало цыплят точнее мало тут маленькая тут численность была и осталось много этой самой много пшеницы чтобы она не заковалась бы я решила позвать пригласить кур чтобы они подъели бы я тоже с этой в этом деле это человек скрупулировать ну в общем сейчас они подъедят вот это вот верно что тут а это самое осталось а так оно уйдет все под закопку и все а это все-таки деньги потому что каждый курицу надо 150 грамм еды в день 150 грамм зерна хорошего дать а вот таким как это самое еще больше что нанесет большие яйца серушка и ворончу вороноч тоже большие поэтому они такие ну в общем ладно ставим и в общем она при да приезжала в общем да я не готовила была маленькой ну что как понять не готовила но что-то что-то понятно что там какой-то салат там например лук покрышить с огурцом там с помидоркой да я это самое а бабка что она готовила наш была беззубая и это были 90 ну что она готовила это самое суп готовила молочный это самое ну лапша и молоко вот такого плана и гороховый суп то есть била горох и картошка и картошка и все он такой вот из курчика был ну то есть не ахти какая еда ну там блины еще были хлеб покупал хлеб это самое хорошо что хлеб покупал ну а я да это самое вот такой вот ела салат и тому что ну ну в общем ладно не про меня речь но в общем приезжал это родственница люба громова уточнил же фамилию этой распутницы пускай уже я буду я буду на своем канале все правда говорить пускай пускай будет всем стыдно ну и в общем любая то по осени приходила с сумками со своим мужем ели что нашли потом с бабушкой сидели с оставаясь голодными любовься с мужем не дала прикрываясь тем что муж это двоюродный родственник бабушки вот этим все прикрывалось честно как бы она по не пришла набирали сумки молока набирают переходили на этот огород они шут как не понимаешь что вот это вот огород в том числе не просто бабушкин скажем так огород это огород наш с бабушкой то есть моей мамы моей моего отца потому что у нас другого огорода нет на совмещенный с ним огород обжирали там смороду вот это все набирали себе сумки две сумки две руки и все и ладно бы там сказали бы ну что девяностые да все плохо жили но ребят но дело то в том что у нее любая во первых у нее дочь работала в торговой торговала продуктами а по тем момента очень хорошие деньги чтобы кто-то не понимает тот понимает во вторых у нее сын был ракетиром ракетиром и крышевал наш рынок городской рынок самый большой наш городской рынок крышевал он был да главарем этого в общем этой мафии вот кто помощь такой рэкет в девяностых тот знает все его неужели что этот сын ракетир это самое но то есть вот я уже сделал свои выводы и я я тогда была возмущена маленькая я и даже это сама сделал замечание что-то это самое пришелся пожирала нам что есть она сделана и она мне давать что на солнце перегнулась все вот так вот и было и она вот так уходила ровно до тех пор пока была корова то есть как корова ушла как корову краю так она и ходить перестала но это вот как вот и объяснить вот вам ну конечно нескладно рассказываю сумбурно как-то какие-то обрывочные воспоминания но это вот что вчера вот она приходила на поминки опять это самое я вспомнила про это любу как вот это самое как мы с бабушкой жили ну да поскольку моя мама была в командировке я жила с бабушкой и дедом это что этом на полном естественно на полном обеспечении бабушки не было потому что сам не мама зарабатывала хорошо вам еще меня и отца кормила алкоголика рассказывал в предыдущем видео он все свою зарплату ну в общем и так это вообще вот как вспомню так вздрогну прийти вот обыкновенный день выходной приходит с мужем под под видом то что родственники естественно это не весной они пришли естественно это они пришли осенью весной это какую как какой урожай это никакого урожая нет весной это как раз таки работать надо на этот урожай чтобы этот урожай бы был и получается так что весной работаю кто работает весной я работаю мама когда это сам когда в командировке когда в этом когда тоже работаем тоже там болела сильно бабка и дед войны вот это вот мы все наработаем но отца если вы не читай потому что у него у него 9 мая день рождения и он уходил глубокий при глубокий запой вплоть до середины июля вот так вот он пропивался вот так вот до последнего что в этом уже трясло и на атомы распадался до такой степени пропивался все потом у него шла это самое не минута молчания неделя молчания там какое-то время не пил и потом уже опять вот то есть вот эти вот месяцы он был вообще неподъемный и лежал вот этот в мае он все лежал весьма и он считаю лежал пластом вот она как есть так я и рассказываю 9 мая у него день рождения вот он все его отмечал отмечал до середины июля потом не уже силы отмечать кончались и решал что уже все пора бы залом браться пора бы не залом а перерыв сделать и еще раз подчеркнул что общем огород до скапывал я стоп в огород бабушка дед иногда естественно когда там отец выходил запой он мог помогать скапывать и мама моя ну в общем а люди потом просто приезжали на вот это вот готовы вот все сумками и уносили хотя вот она что тоже понимаете либо что баба сидит с коровой до что это надо эту корову бежать там в поле за этой коровы потом ту корову доить кормить эту корову что там нас спит четыре часа в сутки спала баба то что коровы это самое от нашего места до коров где их выгуливать очень далеко-то надо исчезать километр убежать найти это не так что ты вста около дома тут у тебя коровы стоять напротив это надо бежать вот так нас вот это нашла пару километров а потом еще шла пару километров потому так где корово было ведь коровах скажем так хоронился потом шла пару километров и коробой так возила я конечно помогала чем могла ну тоже понятно что там тоже без моего тунеядства частичного не обошлось я тоже себе не оправдываю и не выбеливаю так что вот так вороноч это мое место это место ведущего давай-ка ты отсюда давай 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 я конечно понимаю что хочется тоже рассказать про гостей-то не так самых неприемных но тем не менее уж не надо мне тоже рот так что вот так граждане пишите тоже свои комментарии высказывайтесь чего я вспомнила вчера приезжал это люба на поминки мать на той надо любит а сама отнести там продуктах да уж люба там уж конечно бедность в общем так вот я рассказала это дело а еще мать оправдывала любого это самое что снимали червяка бегут что люба у любая не было газа что у любы дома в газу это самое в баллонах и она специально чтобы это сам что ебало тяжело готовить приезжала к бабке нашей я ну и мать искала тебе что было на чем готовить по командировкам была дома там не пойми чем там что там ел там голодный как на рассказал как там она мучилась холоде в голоде его ответом что готовилась этом что каждый день вот это что газ ты проводной был червяка нашли дайте вы ей червяка и и съесть бегать и бегать пускай бегают разминают кости до петух все давайте ладно ребята все пишите свои комментарии кто хочет подписывать то что будут цвета ки рассказы такие частоте будут выходить подписывайтесь комментируйте